Всем привет! Вы на канале Apple Expert, с вами Владимир. Сегодня мы с вами обсуждаем бета-версии iOS, iPadOS, TVOS и так далее. Но конкретно настрою ваше внимание по iPhone прошивкам. Это бета-версии iOS. А спонсор данного видеоролика Moneybag. Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneybag не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneybag работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneybag. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, друзья, что хочу вам сказать. Первое. Не устанавливайте бета-версии. Почему? Это чревато тем, что вы можете пострадать. Ваши данные, ваше устройство. В целом это будет вообще небезопасно, некомфортно и так далее. Почему? Потому что вы можете потерять данные касаемо заметок. Будут какие-то важные заметки. При обновлении iOS вы теряете заметки, фотографии, видео. Еще какие-то могут быть нюансы по рендарям, по напоминаниям и так далее. Это все сбивает абсолютно ваши настройки, те, которые были. Чтобы этого избежать, первое, что вам нужно делать перед каждой установкой версии, либо iOS, релиз, либо же это бета-версия. Вам нужно делать резервную копию. То есть вы переходите в настройки. И резервную копию именно по iCloud, если вы на телефоне делаете, делаете там резервную копию. Либо же подключаете телефон к iTunes по шнурку и точно так же делаете резервную копию. Это как раз безопасно тем, что вы сохраните ваши данные и сможете легко их восстановить, если в случае того накатите бету-версию iOS. И при этом вы сможете восстановиться и не переживать, будет все. Итак, друзья, разобрались, что бета-версия это говно, не стоит этого делать. Наглашаю тоже ваше внимание, если вы все-таки накатили бету-версию, вы испытывать можете нагрев устройства. Как это лечится? Правильно. Не устанавливать бету-версию iOS. Но еще можно сделать жесткую перезагрузку или переустановку этой же бета-версии. Если уже вам так сильно захотелось на ней сидеть. Но я вообще в принципе цело вам не рекомендую и зачем это делать. По сути, ответьте мне на вопрос, зачем вы накатываете бету-версию iOS. Если вы подписаны на таких же блогеров, как я, например, вы можете посмотреть, как эта бета-версия работает. И в принципе для себя вынести какие-то объяснения, не знаю. То есть вы должны понимать, что это плохо накатывать бету-версию. Даже релиз бывает плохо накатывать. Поэтому делайте выводы, не накатывайте беты-версии iOS. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите. Я всегда отвечаю на каждый ваш комментарий. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся.